Приветствую вас! Вы знаете, я, прежде чем говорить о помощи вашей девушке, сказал бы, что помощь нужна вам. Не очень здоровая, не очень психологически здоровая позиция быть спасателем для другого человека. Спасатель это прямой путь к зависимости и прямой путь к жертвенному поведению. Для вас в том числе. Поэтому первое, что нужно вам сделать, это изучить треугольник Карпмана, возможно, для того, чтобы увидеть свою роль в этой истории. Что в этой истории роль, ваша роль спасителя, девушка жертва, соответственно, другой человек, это тиран, из которого вы её спасаете. Никакой личной ответственности никто не несёт. Ни девушка не взят ответственности, ни вы не несёте ответственности. Ну разве, что этот человек только несёт ответственности. Вот. На первый взгляд может показаться, что я его оправдал. На самом деле нет. Просто такая ситуация возникает, когда у людей есть прикос с ответственностью личной. Вот. У девушки, например, есть прикос с личной ответственностью своей. Вот. И юный возраст здесь ни в коем случае не оправданно. Потому что, значит, влюбляться, да, и в отношения вступать с человеком, это нормально в юном возрасте. А нести ответственность за то, что отношения могут не сложиться, уже нет. То есть, ну, двойные стандарты какие-то, да, получается? Вы своим действием, своим поведением, на самом деле, только лишь культивируете у девушки её такое вот состояние. То есть, вы всячески, как бы это так сказать, вы всячески возвеличиваете, если угодно, её страх. Потому что вы делаете на него скидку. На этот страх. То есть, вы ведёте себя так, как будто страх этот есть на самом деле. Вот. А в действительности же, страх существует только в сознании, в сознании девушки. И всё. И поэтому, когда вы ведёте себя так, как будто её страх реален, вы подтверждаете факт наличия её страха. И тем самым мотивируете её к тому, чтобы она и дальше продолжала бояться. Получала от этого выгоду, а вы получаете от этого свою выгоду. И вот, вся выгода Александра в том, весь вопрос, точнее, Александра в том, почему вы являетесь для девочки спасателем? Что вы получаете? Какая вам выгода от этого? Это первое. И второе, откуда такое эмоциональное отношение к, ну, к ней? Вот вы волнуетесь, переживаете и так далее. Вот это вот излишнее взятие ответственности, да, на себя за неё. И то, что вы на руках её готовы носить и сделать все это, что она готова. Это всё, вот, признак созависимых отношений. Как у неё, так и у вас. То есть, вам, Александр, в первую очередь, нужно менять своё поведение. Если вы хотите помочь девушке, если вы хотите ей помочь, меняйте своё собственное поведение. Переставайте вести себя так, как будто у неё этот страх есть. Хотите поцеловать, поцелуйте. Хотите что-то ещё сделать, сделайте, это ваше полное право. Вот. И если девочка не хочет этого, да, не хочет с вами целоваться, не хочет там, не знаю, близости, чего-то ещё, не хочет отношений, как вы говорите, то вы это можете сказать, что я так хочу. Она скажет, ну, я хочу, я понимаю, ну так что? Ну так вот, давай обратимся к специалисту. Может быть вдвоём, может быть ты одна. Вот. А пока вы поддерживаете её страх, смысл, мотив ей какой, что-либо менять. Её всё устраивает. Она получает от вас то, что её нужно. Вот. Вы получаете то, что нужно вам окольным путём через игру спасителя. И всё, все довольны. Только вот вы чувствуете мне удовлетворённость такой вот, она всё больше и больше и больше морасцает, пока однажды вы не начнёте девочке определять отношения, ээ, определять претензии. Вот. Мол, типа, я на тебя столько всего сделал, а ты вот ничего не делал и так далее. Спасителя всегда так. К сожалению. Вот. Вот. И ещё вы играете роль, в данном случае средство для девочки. Тут она боится на вас. На вас она обыгрывает свою роль жертвы. Вот. И всё здорово. Всё замечательно. Получается. Так что помочь вы можете ей только в этом. Во всём остальном вы ей не поможете, потому что... как правильно вам... что-то сказал... мой... коллега, да? как правильно вам сказал мой коллега. А-а-а... мы не психолог. Мы не психолог и... соответственно, средств... средств никаких для... Помощи у вас нет. И навык. И мужчина, мужчина, вообще вот мужчина, да, он не должен быть для своей девушки, да, психотерапевт. Вот. Даже если он психотерапевт, он не может быть для своей девушки психотерапевтом никак. Вот. Потому что, как бы, это вот необходимые условия для отношений. Нельзя смешивать одно другое. Ничего хорошего из этого не получится, к сожалению. И вы, соответственно, либо это не принимаете, вот эту реальность, в которой вы ведете себя как суч, соучесник ее страха. Вот. Либо вы эту реальность не принимаете. И, соответственно, уже в таком случае ситуация будет целиком и полностью состоять из помогать. Знаете, как специалисты некоторых служб и поддержки говорят, я здесь для того, чтобы вам помогать. Вот. Но при этом они же не помогают. Они же при этом, как бы, он ничего не делает. Вот. Ну реально они ничего не делают. Так-то они вроде бы как пытаются помогать, да, но по факту они ничего не делают. Вот. То же самое. То же самое. То же самое здесь, на самом деле. Вот. Ну то есть вот, именно, именно с вашей историей. Я помогать, да. А кто помогать, кому помогать, в чём помогать. Ну а не важно. Вот. Я вам верю, Александр, в том смысле, что я верю, что эта ситуация реальна. Я верю. Вот. Правда. Но это, по сути, ничего не меняет. Ничего не меняет, ничего не значит. То, что эта ситуация реальна. Потому что какой бы эта ситуация ни была, всё равно решать её только девушкам. И какой бы эта ситуация ни была, вы, к сожалению, пока только поддерживаете её в этом, её, в этом, ну вот, в её страхе. И всё. Хочется вам этого или нет. На данный момент. Вот. Подведите девушку к тому. Подведите девушку к тому, чтобы она хотела меняться. Чтобы она захотела обратиться к психологу. Вот. Если вы приведите девушку к этому, если вы не приведёте её к этому, то вся ваша история о том, что вы хотите ей помочь, она вся приобретает совсем другой окрас. Она приобретает такой, что вам нужна именно такая девушка, которая боится чего-то. Вот. А если она, например, например, бояться, допустим, вдруг перестанет, то для вас она уже куда менее привлекательна будет. Вы, конечно, со мной не согласитесь сейчас. Вот. Я не жду того, что вы согласитесь. Но надеюсь, что вы хотя бы обратите на это внимание. Просто сами подумайте, да, вот. Вы представляете из себя определённую, ну скажем так, систему. Вот. В этой системе есть вы и девушка. Девушка ведёт себя так, вы ей как бы, ну, созвучите. Вторить ей. Если вы хотите, чтобы она изменилась, ну, хорошо. Вы хотите две стали. Поменяйте своё поведение. И всё. На этом, я надеюсь, можно такое закончить. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И не играйте в спасителя для людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!